Здравствуйте, уважаемые зрители. С вами снова Клима Вячеслав. И сейчас я нахожусь в гаражном кооперативе, где у меня гараж. Это игрушка любого мужчины, у которого есть автомобиль. И сейчас я хочу предложить вашему вниманию один, на мой взгляд, очень интересный рассказ про то, как обогреть гараж зимой. Я заранее прошу прощения за беспорядок. Идеального порядка все равно не получается. Ну и вот виновница сегодняшнего обзора. Газогенераторная современная печь на дровах. Сейчас я вам более подробно расскажу, с чем ее едят. И даже покажу, как ее топить. И более того, мы с вами приготовим на ней еду. И более того, мы с вами померяем даже температуру варочной поверхности. В общем, будет много всего самого такого интересного. Итак, уважаемые зрители, я представляю вашему вниманию газогенераторную современную печь, которую я купил на Украине. Но хотя я купил ее на Украине, это печь российской разработки. Вот. Я намеренно сейчас не хочу извинить, и прошу за это прощения, я не хочу называть место, где я купил и продавца, потому что, как бы, ну, не хочу его рекламировать. Достаточно сказать, что вы спокойно можете ее найти в гугле, набрав в поиске печь булериан или там современная буржуйка. И по внешнему виду вы легко определите продавца. Поэтому я прошу прощения, вот, за это маленькое неудобство. Ну, надеюсь, мой обзор вам, как бы, слегка компенсирует, если вы захотите купить такую же. Значит, что мне в этой печи понравилось? Ну, во-первых, производитель дает паспорт. Вот сейчас я покажу паспорт, положу его. Вот, пожалуйста. Это паспорт к печи. Эта печь воспускается в трех размерах. Сейчас я поднесу ближе, вы сможете увидеть. У меня самая маленькая печь, которая рассчитана на помещение объемом 50 квадратов. Дальше по паспорту идут технические данные, всякие разные. Вот. И вот, в частности, показано, например, как она в дому устанавливается. Рассказывается, как монтируется труба. И вот, как бы, показаны основные требования к печи. И вот, сейчас я переверну страничку. Покажу, почему она российского производства. Потому что, видите, результаты испытаний Новосибирской пожарно-испытательной лаборатории. Вот. Но продается, еще раз повторюсь, эта печь в Украине. Какие отличительные особенности этой печи, из-за которых я ее купил? Вот сейчас вы можете видеть защитную стенку и так называемые воздуховоды. То есть, вот эта стенка, сейчас я возьму палочку, чтобы рукой не показывать, да? Вот эта стенка, которую вы видите сейчас, куда я показываю, это внешняя защитная стена от того, чтобы не случайно не обжечься. И вот эта сторона, это непосредственно верхняя часть печки. То есть, очень удобно. Получаются такие воздуховоды, куда идет теплый воздух. Сзади, вот сейчас я тоже покажу, смотрите, есть тоже защитная, вот она, вот сейчас вы можете прямо видеть, защитные ребра. То есть, даже если вы к чему-то прислоните, то ничего не воспламенится. Значит, кроме того, сейчас перед вами вот я открою. Это форсунка дожига газов вверху. Здесь находятся органы управления этой печью. Это поддувало, так называемое. Вот сейчас я его открою, видите. Оно имеет несколько положений. Ну и видите, так сказать, зачатки сервиса. Вот сейчас крупным планом покажу. Это такие фиксированные места, вот, куда щелчками можно, для того, чтобы фиксировать эту заслонку, щелчками передвигать поддувало. Открывается печь очень просто. Вот она открывается. Вот вчера я просто пробовал буквально на 5 минут ее зажечь, посмотреть, что получилось. Здесь идет уплотнительный материал огнеупорный и непосредственно сама камера сгорания, куда закладываются дрова. Я сейчас закрою. Кроме этого, к органу управления печью относится вот эта заслонка. Эта заслонка регулирует выход горячих газов. Вот эта максимально открыта, вот эта максимально закрыта. Хочу еще добавить, но сейчас мы посмотреть, к сожалению, не сможем, потому что уже у меня труба сюда нацеплена, что в таком положении заслонка, которая полностью сейчас перекрывает выход газов, вот с этой стороны имеет вот такую выемку. И это специально указано в паспорте для того, чтобы случайно человек, допустим, если он забыл открыть и заснул, чтобы он не угорел. То есть, на мой взгляд, это достаточно мудрое и правильное решение. Еще мне в этой печи понравилось то, что она достаточно компактна. И, вы знаете, она как бы не грязная, что ли. То есть, я еще не совсем хорошо, скажем так, приспособил ее в гараже, потому что вот с левой стороны и с тыльной стороны у меня еще будут металлизированные листы. И на полу будет металлизированный лист. Но это я сделаю немножко попозже. То есть, допустим, что мне очень нравится, то, что не надо возиться ни с каким маслом. А любое масло пачкается, как ни крути. А дрова, они и в Африке дрова. То есть, взял перчаточку или даже руками. Дрова можно подготовить заранее. Спокойно закинул, закрыл. И после этого печка, если она правильно настроена, она дает, в общем-то, нормальное тепло. Ну, а теперь, уважаемые зрители, давайте попробуем разжечь эту печку и посмотрим, как она в реале работает и померяем температуру варочной поверхности. Сейчас для эксперимента я хочу положить в нее вот эти три полежка небольшие и вот растопочные такие маленькие дровички тоже. И посмотреть, сколько вот этот объем, я так приблизительно прикинул, что это половинный объем камеры, сколько этот объем по времени будет леть. И потом мы с вами померяем температуру вот этой верхней варочной поверхности. Да, кстати, собственно говоря, одна из причин еще то, что эта печка была куплена, это то, что вот на этой поверхности можно готовить. Она плоская. То есть, очень удобно. И сегодня мы с вами попробуем на ней, ну, хотя бы приготовить яичницу. Ну что же, давайте тогда печку будем подключать и запускать. Итак, уважаемые зрители, сейчас мы с вами попробуем эту печку запустить. Согласно инструкции, прежде чем, точнее, порядок запускания печи следующий, нужно сначала открыть крышку и положить туда пару листов бумаги и поджечь при полностью открытых заслонках, нижней и верхней, то, что я вам показывал. Для того, как говорят в инструкции, чтобы возбудить эту печку. Точнее, что значит возбудить? Чтобы горячий воздух полностью прошел по дымоходу и выгнал оттуда холодный, чтобы появилась тяга. После этого необходимо положить растопочные, ну, щепочки, в частности, вот эти, о которой я вам тогда говорил. Вот, тоже их поджечь. И при разгорании заложить основную закладку, подождать 15-20 минут, пока она возьмется, и обе форсунки, обе форсунки, нижнюю и верхнюю, поставить на 45 градусов. И в этом режиме печь входит в рабочее положение. Ну, правда, в инструкции сделана оговорка, что, допустим, это зависит от каждой закладки. В данном случае мы взяли идеальные дрова, то есть сухие маленькие дрова. Если, допустим, дрова сырые, я так думаю, что надо будет чуть-чуть нижнюю закладку, ну, извините, форсунку приоткрыть, чтобы тяга была больше. Ну, в данном случае мы попробуем сделать так, как говорят инструкции. То есть сначала протопить бумагу, потом кинуть щепки и потом уже заложить основную закладку. Ну, что ж, вперед, давайте попробуем. Как я говорил, там уже осталось немножко злы вчерашних дров. Кстати, забыл сказать, что согласно инструкции не нужно удалять полностью всю золу из рабочего, ну, скажем так, объема этой печи. А наоборот, производитель рекомендует золу, чтобы тонкий слой золы был постоянно рассыпан по нижней части этой печки. Почему не знаю, я как бы не печник, но вот так в инструкции написано. Ну что ж, вперед, давайте будем ее поджигать. Сначала проверяем, чтобы были открыты все заслонки. То есть вот эта, ну и верхняя заслонка тоже, чтобы была открыта. Вот сейчас я полностью протопил, ну, закинул два листка бумаги. Думаю, этого будет достаточно для того, чтобы холодный воздух прогнать из трубы наверх. давайте попробуем теперь закинуть основную закладку. ну, думаю, достаточно. Вот пошло такое лудение. И сейчас, когда пройдет минут 15-20, надо будет закрыть эти основные заслонки, и тогда начнется тление. Ну, давайте немножко теперь подождем. вот прошло 3 минуты после горения. Я посмотрел, что занялись основные дрова, и регулятор заслонки поставил в среднее положение, и поддувало тоже поставлено в среднее положение. Вот приблизительно так. Видите? То есть там началось тление, даже горение. Я думаю, что можно еще немножко закрыть на одну позицию. Чуть-чуть. Вот так вот оставить. Да, вот так. И сейчас, уважаемые зрители, время... Вот я показываю телефон. Так. Время у нас 13.04. Ну, грубо говорят, 13.00. Вот теперь на тех дровах мы с вами посмотрим, сколько будет эта печка давать. Я время засек. Ну, и где-то через часик попробуем с вами поставить сковородочку и на ней что-то вкусное приготовить. Итак, уважаемые зрители, прошел ровно час. Сейчас на экране 13.58. И давайте попробуем померить температуру. Вот я подношу термометр специальный и меряю. Значит, сейчас вот я вам показываю. 129 градусов варочная поверхность температура. И давайте с вами попробуем пообедать, приготовить что-то такое вкусное. Вот ставим сковородку и, наверное, будем готовить такую вкусную яичницу. Сковородка Тефаль. Сейчас немножко подождем, пока вот эта штука, показатель потемнеет. И будем с вами чего-то вкусненькое пробовать на этой печке готовить. Ну, вот теперь подождем, пока она приготовится. Прошло 15 минут и вашему вниманию предлагается вот такая вкуснейшая яичница с индюшиной печенкой. Ну, по-моему, так смотрится неплохо. В общем-то, вполне все можно готовить. Конечно, оно медленнее, чем на газу или на электроплите. Ну, зато поставил себе сковородочку. Кстати, если вот так подвинуть, то будет место еще и, например, для чайничка или вот так. Вот. И таким образом, вот замечательно на этой плите можно готовить пищу. Ну, что ж, уважаемые зрители, большое вам спасибо за внимание. Я надеюсь, что мой рассказ о этой газогенераторной печке для обогрева гаража вам понравился. Если хотите и вы живете в Украине, вы тоже можете приобрести такую печь газогенератору типа булерья, поискав ее в интернете. А я вам желаю всего самого-самого хорошего. Напоминаю, с вами был Климов Вячеслав. И не забудьте подписаться на мой канал. До свидания.